Здравия всем! Вы на канале Марка Елена Диригетти. Нашла я мужа. Вот обратите внимание, мы пришли оттуда. Вот прям спустились, вот она, церковь. И вот здесь вот такое вот местечко, где перекусить. Вот такая терраса вот с таким вот шикарным видом. Вот это дерево, которое фики дает. Вот это огород с помидорами, с луком, с чесноком, с салатом. Чего только там нет. Дом вот этот вот в ремонте. Значит, это вот... К этому, он говорит, оно закрыто. Непонятная причина закрытия. А здесь и тыквы. И туда дальше картошка, которую надо рыть. Она уже вся повяла. Вот такой вот отсюда, друзья, вид. И прохлада, и ветерок. Как вам? Если бы не ветер, вообще бы была жарища. А это после тыквы малина. После малины клубника. Потом идет лук. Картофель. Это мои пред... Нет, картошка. Она вон вся повяла. Видите? Стебли. Здесь не знаю что. И потом идет... Что еще? Помидоры. И вот это вот не знаю что. Фасоль, по-видимому. Ну, хорошо. Давайте смотреть дальше. Нас интересует с вами здесь панорама. Мы где-то вот там живем. В тех местах. Ночуем. Не живем. Ночуем. И вот люди сюда поднимаются. А здесь закрыто это заведение. Богодильня. Я извиняюсь за мой французский. Здесь вот так вот камнем. И вот специальные щели. Чтобы вода вытекала. И в холодке прям вообще прекрасно. Вот они. Фиковое дерево. Это вот это. Так, инжир. Инжир, друзья. И вот мне нравится, что фиковый листочек. И это грецкий орех. Сегодня 4 августа 2020 года. Это орех. Каштан. Яблоки. Нет, это груши. Это какие-то круглые груши. Это грушевые груши. То есть форма у них. А может быть, это яблоки. Но бывают круглые груши, друзья. Бывают. Авендер. Продают вот эту половинку дома. Где вы видите кемпер. С шикарным видом. Гористая местность. Слышу воду. Наливается вот этот бассейн. Пластиковый. Прям вижу, вода бежит. Кстати, дом видите, как камнем диким. Так никак поменьше не сделаю. Вот, сделала. И здесь вот мусорка. Смотрите, как оригинально все это сделано. Это хозяйственная постройка. Написано Руи де Шато. То есть, это замок. Привату. На цепи закрыт. Такие шикарные лилии наверху. Кованые. И написано, что это улица замковая. Вон он, Марка. В белой панаме. Женщина моет руки. Еще раз. Солнце светит. Вот так. Потихоньку. Хорошо бы где-то посидеть в холодке. И попить что-то освежающее. Интересно, что здесь было. По-видимому, фонтан. Вот из этих дырочек лился. Потому что есть такие задвижки, куда вода выходила. Там тоже по табеле написано. Вот она, вода. Девушка, руки мыла. Женщина. Вот они все в шортах. Ходят загорелые. С горелыми. С рюкзаками. И голубка нам тут кукукает. Это индийский каштан. Который несъедобный. И вот сосна номер 43. Можно будет посмотреть. И каштан 29 номером. Ой, как клумба красиво выложена. Галышика. 1914 год. Две дамы из мрамора белого. И одной в руке трехзубиц. На синем небе очень красиво смотрится. Франко англайзе. Франко англайзе. Что-то с Францией. Франко англайзе. Франко англайзе. Винте. Кордиали. Кордиали уйти. Джентили. Все это деликатное. 1939 и 1944 год. Ну, это время Второй мировой войны. А сбоку было написано 14 год. Ну, наверное, памятник всем. Да? Пострадавшим, погибшим. Мэрии. Вот она, администрация города. Мэрии. Или коммуна по-итальянски. Вот такая вот площадка. Идем дальше. Друзья, я обратила внимание на что. Женщина по правую сторону от меня. Ее лет 90. Сидела вот с такой большой лупой. Читала газету. То есть они очки здесь не носят. Зачем им очки? Ну, я вот ношу очки, потому что я всю жизнь завидовала очкарикам. Мне так нравилось, что люди носят очки. А у меня такой возможности не было. Ну, вот вам, пожалуйста, я ношу очки. Он меня спрашивает, как же ты разговаривала с этой сеньорой? Я говорю, ну, вот так вот, на руках. Потому что многие слова похожи на французский язык. Немножечко их надо было урезать. Вот. Я хотела сказать корту. Покороче их сделать. Вот. И она меня, в принципе, понимала. Единственное, что я не могла сказать, что я не знаю. Амор, как ты сидишь на французском языке и я не знаю? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ты я не знаю? Я не знаю. Ой, какая красивая липа, друзья. Вот так ее обрезали. И у нее пошли ветви, ветви, ветви. Такой большой ствол, как Тримарко. Аква, ну, че Срадина? И если я говорю бунжур, то они говорят, знаете как? Бунжур. Тянут этот ур. Березы здесь. А здесь для детей. Игровая площадка. Тополь. Береза. Практически в Россию попала. Ель голубая. Ель зеленая. И вот такая площадка детская. Она закрыта. С собаками гулять нельзя. А, вот такой вот в России дерева такого нет. Ну, у нас в Швейцарии такое дерево есть. И вон куда-то Марка начал спускаться. Знаете, вот этот вот листочек. Он так хорошо пахнет. Ты так вот отрываешь его? Я не знаю, что это за деревце, но оно очень душистое. И такой прям кругленький листочек. Прям как у меня на браслете. Ну, что, похоже. Похоже. И пальмы. И ели, и тополя. Так, вот это клен. Листок кленовый. Идем дальше. Ой, блин, чуть не упала. Казалось, высокая ступенька. Так, выключаю. И смотрю под ноги. Ну, вот этот мы дум, смотри. Интересные какие фрукты. Но они, наверное, несъедобные. Вот у них еще один, они такие. Слуховые окна, да? То есть, чтобы свет немножко дневной прошел. Но тут, чтобы свет прошел, чтобы нужно было... Здания не было соседнего. Тринадцатый номер. Почтовый ящик. Ну, такая вот дверь. Современная она, знаете, открывается, наверное, невыдвижная. Идем дальше. Таким ступеням. И старый столб. И более новый. А, вот он, Марк. Он в другую сторону пошел. Смотрите, виноград. Интересно. Крыши-крыши. Тоже продают. Вот этот дом. Серенький. Картонка о продаже дома. Наверное, с красивым видом на крыше и на горы. Сюда можно поставить автомобиль. Но я не знаю, оно принадлежит этому дому или тому. Потому что это серый, тот желтый и там белый. И балкончики как-то внутрь. Но это тоже хорошо. Вот смотрите. Вода. Это модерн, а это старый. Тоже для тушить пожары. Обратите внимание, ручеек. Значит, вода здесь есть. Вот она прям свободно течет откуда-то. А вот это старая постройка. Смотрите, как выпирает камень. И здесь вот кирпичная кладка есть. Вот он. Или оно так сделано, чтобы мощно держалась земля там внутри. Ну вот, а мы бы, если бы пошли как-то сразу, то бы мы здесь вышли. А то там спускались по каким-то ступеням. Ну это прям современная постройка. Может быть, ее так хорошо отделали. Думаю, что современно. Ну, если вот так посмотреть, то вот какой есть у них забор. А это уже что-то, может быть, другое. Вот раз автомобиль оттуда выехал. Сейчас, если нам удастся посмотреть, что там внутри. О, смотрите, колесо. Такое впечатление, что это железнодорожное. От вагона. Ла-ло-ку. Школа, друзья. Школа. Такая у них школа. Вот это продали. Так, подожди, что-то я увидела интересное. Вот я увидела солнечные часы. А солнце сюда практически не попадает. Так, это кофельная плитка такая. Ру-ду-кам-иг-гу. Сюда, видите, можно на автомобилях подниматься. Вот стоянки есть. Мы видим с вами книги, которые можно взять почитать. Так. Школа, наверное, это... 1900-1982 год. Какая-то девочка плачет. Ну, у кого вот дети есть, рядом со школой жить чудесно. А, вот еще одна мэрия. Интересно. И там мэрия, и здесь. Так, Марк мне сейчас предложит что-то попить. И я соглашусь. Потому что уже воду пить я устала. Я хочу что-нибудь, где-нибудь присесть. Так, опять банка Популяри. Но это уже другое строение. Вендоры продают магазин. Так, господи, это же то же самое. Нет, это не другое строение. Это то же самое. Вот она, я вам говорила. Прикмахерская. Мы с вами вернулись на то же место. И вот обратите, куда. Афены древние. Ой, какой песик симпатичный. Так, ну хорошо, друзья. Желаю вам здоровья и удачи долгих лет жизни. Мы вернулись на площадь. Мы вернулись на площадь старую. И оказывается, здесь вот рядом школа есть. Всё, мы практически узнали. Всё, мы практически узнали. Вот где мы с вами были. И вернулись. И вернулись. И вернулись. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну, мы будем наблюдать по подписям, по вашим надписям. То, что вы нам какие-то пожелания желаете. Ну, в общем, путешествий вам, здоровья крепкого. Что ещё надо для жизни, друзья? Кто молодой? Хорошие работы, карьеры, бизнеса. Опять летит вертолёт. И сейчас будет ветер дуть. Всем пока!